Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. И это именно то, что сейчас будет происходить в эфире «Народной волны». Игорь Цезарский, здравствуйте. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, в эфире очередной радиоблог. Сегодня у нас 8 февраля. У нас слушательница, которая присутствует на всех наших эфирах ТВ-клуба «Континент», которую вы наверняка тоже знаете и слушаете, она обязательно просит называть число и год главы. Поэтому я уже начинаю, как та самая собака Павлова, обязательно говорит число, хотя вы, наверное, уже услышали. Мы же не первая передача. Уже и были до меня сегодня люди. Так вот, всё равно повторяем 8 февраля 2021 года. И мы встречаемся с коллегой, моим чёсткой Игорем Туфельным, из Бостона накануне важнейшего события в жизни нашей, как мы сейчас выяснили, почти с политической точки. Игорь, приветствую тебя. Я тебя тоже приветствую. Всех наших слушателей и телезрителей должен начать с того, что я тебя просто хочу поправить. Ты сказал, что ты говоришь, как собака Павлова. На самом деле собака говорила у Булгакова, собака Шарикова была такая собачьим в сердце. А собака Павлова всё-таки не разговаривала. Я имею в виду инстинкт, а не слова. Ну, ты же включи фантазию, а не так формально подходи к вопросу. Хорошо. Вообще-то мы все формалисты, так что здесь это вполне уязательно. Ну, я понял. Хорошо. Да, так что... Так, так считается, что Трамп призывает... И включаю тоже не только рефлексы, но ещё и инстинкты. Потому что самое главное на сегодняшний день, мне кажется, вспомнить о том, что в субботу, 6 февраля, как раз в день рождения Рональда Рейгана, скончался один из его ведущих союзников и сотрудников, госсекретарь, профессор Джордж Шульц. Это был, конечно, величайший политический деятель и дипломат во всех отношениях. И вот хочу даже сообщить о том, что мне удалось с ним встречаться несколько раз. Я был с ним знаком, общался так, потому что он принимал участие в освобождении моих родителей из отказа. И встречался в Москве тоже с ними. И вообще это был действительно очень достойный человек во всех отношениях. И скончался он в возрасте до 100 лет. 20 лет не дожил до рубежа. Да, который ему желали, наверное, твои родители и многие те, кому он помогал. Да, в этом я не сомневаюсь. Ну и 110 лет исполнилось со дня рождения Рональда Рейгана, что тоже дата, конечно, какую ты вспомнил. Она, в общем, не лишне вспомнить этого президента, скажем так. Конечно. Президент-республиканец, кстати говоря. Который, в общем-то, считается самым успешным президентом после Второй мировой войны. И, правда, вот как-то вот демократы все-таки пытаются его немножко сместить. И к нему приближается подел демократической версии истории. Сейчас же есть новая, знаешь, как в Советском Союзе была. Новая история, новейшая история. Вот сейчас есть демократическая история, которая пытается на пьедестал возвести другого президента, Барака Хусейна Обаму. И даже вчера на программе, на канале ABC была посвящена ему целая вот серия. Такая просто Обама, true story, правдивая история. Вот как вот, знаешь, как бы мальчик из трущоб, вроде бы как, да? Хотя, на самом деле, он не из трущоб, он с Гавайских островов. Там тепло, все нормально. И вот вышли мы все из народа, короче говоря. Ну и в Индонезии тоже не холодно было, я бы сказал. Да, при этом, кстати говоря, почему-то никто не говорит о том, что вот такой же республиканец, между прочим, тоже афроамериканец, величайший нейрохирург, доктор Бен Карсон, вот действительно вырос в трущобах. И даже имел приводы в полицию. Но, тем не менее, его заметили, потому что у него были выдающиеся способности. И вот вытащили оттуда. И вот человек, который стал республиканцем, и в последнем правительстве Трампа был одним из министров, секретарей. Игорь, у него неправильно политориентация, понимаешь? Поэтому сравнивать его с Лучезарным Обамой, это вообще грех, в общем-то, по мнению наших левых братьев. Ну, кроме всего Паршева, у него еще и нормальная сексуальная ориентация, так что тоже не подходит ни по каким. Ну, в общем, да, похоже на то. Да, так что, вот такая вот ситуация. С юбилеем мы разобрались. Насчет все-таки, я понимаю, про завтрашний день говорить рановато, но, тем не менее, может быть, какие-то у тебя... Ну, почему? Есть интересные всякие сообщения, которые касаются... Опять же, вообще были нарушены все разумные меры. Я не говорю о юридических каких-то там основаниях, законах и традициях, а просто обыкновенные логические разумные меры, приличия были нарушены, потому что как это вообще возможно? Речь, во-первых, когда они затеяли этот разговор об эпичменте, президент еще находился у власти. Ну, как вообще можно, когда разбирается дело главного человека в стране за пять часов, без свидетелей, зная, что у них полностью преимущество в Конгрессе, выносить это на голосование, без выслушивания линии защиты президента? То есть, это вообще просто, это даже не центральный цирк на Цветном бульваре, а это цирк Шапито в каком-то провинциальном городе. И вот в такой ситуации мы сейчас выносим на импичмент, причем сегодня по каналу ABC показали, опять же, вот это мне напомнило, какие-то там опросы непонятные, откуда они взяты, что 53% опрошенных поддерживают решение о том, чтобы Трамп никогда больше не занимался политикой и не занимал ни одного поста в федеральном правительстве. Кого они опрашивали? Они, может быть, своих конкретменов и конгрессвуменшей опросили? Там Максим Уотерс, вот это вот, да, замечательное. Ты любишь приводить русских классиков зачастую? Так вот я тебе скажу, Родион Раскольников хотя бы задавался вопросом, что там дозволено, что нет, да? Вот ты говоришь, за пять часов. У них этих вопросов даже нет, а дозволено. Очень хорошо, что ты вспомнил Раскольникова. И позвольте напомнить, что Порфирий Петрович-то его вывел на чистую воду. Только где он тут теперь? Вот давай подумаем, а? Ну, ничего, я думаю, у нас тоже есть свои Порфирии Петровичи, и вот завтра мы увидим их выступление. Кстати говоря, я не случайно вспомнил об этом вообще позорном явлении, потому что, например, Трампа обвиняют в подстрекательстве, которого, по сути, не было и быть не могло. Он сказал о том, что если мы хотим свободу и демократию, мы должны за это бороться. Причем здесь штурм. Ну, это действительно, как в этом фильме «Кавказская пленница», когда Шурика там обвиняли в том, что он разрушил часовни 14 века. Но, на самом деле, почему-то, опять же, вот по всем каналам телевидения никто не вспоминает о том, как в марте прошлого года сенатор Чак Шумер, который сейчас является представителем большинства в Сенате, открыто просто угрожал судьям, которых назначил Трамп, конкретно суде Горсичу и суде Кавано. И просто говорил открытым текстом, что вы заплатите, если вы будете делать что-то не так, как мы это представляем. То есть, понимаешь, вообще это... То есть, давай теперь Шумера. Шумер, кстати, действующий сенатор. Вот почему бы ему импичмент не объявить? Мне кажется, что это было бы вполне вот это самое настоящее подстрекательство. Подстрекательство, которое не привело ни к каким последствиям, но, тем не менее, оно имело место быть. Подстрекательство? Ты еще вспомнил это прошлого года, когда подобных цитат не только Шумера, а многочисленные орды демократов можно привести сотнями, не то что. И что? Ничего, ничего. То есть, они опять, понимаешь, то, что делается, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, хотели как лучше, а получается как всегда. Да, конечно. Только вот их получше, то, что они хотят лучше, уже мы ощущаем, едучи заправлять свою машину и так далее, это только начало. То есть, мы всем советуем, пожалуйста, сфотографируйте эти цены, а потом вы сравните, что там через год вы получите при правлении. Я уж не знаю, кто в то время будет, будет ли он, будет ли она. Будут ли они? Будут ли они вообще? Потому что есть такие теории, где уже, и в этом есть большие сомнения. Ну, кстати говоря, в этих теориях, на самом деле, это уже не просто теория, это реальности. Я вот советую всем нашим зрителям, нашим радиослушателям и телеслушателям посмотреть программу Майка Линделла. Напомню, что это генеральный директор, основатель и владелец компании MyPillow, моя подушка, которая выпускает вот эти замечательные подушки, там уже не только подушки, еще и простыни, и полотенца, и такие подкладки для матрасов, на матраснике. В общем, много чего выпускает, и он известен еще тем, что он один из самых таких сильных поклонников и спонсоров республиканской партии, прежде всего президента Трампа. Так вот, в эти выходные дни у него вышла программа, которая называется «Доказательство правды». «Proof of truth». И в этой программе все показано совершенно, так сказать, незамысловато. Все доказательства, абсолютные доказательства, стопроцентные доказательства, кто, причем посекундно, по округам, по графствам, по конкретным избирательным участкам, с количеством голосов, которые были начислены Байдену, и которые были украдены у президента Трампа. То есть, я не понимаю, как вообще такими вещами можно игнорировать. Вот последним сведением, которое я получил буквально за час до выхода в эфир, эту программу уже посмотрело больше 10 миллионов человек. Это при всем том, что YouTube ее пытается всячески убрать из эфира. И никто вообще об этом не говорит, кроме вот одного канала. Я на другой платформе. Я на другой платформе, кстати. Он ее продублировал. Так что, если что, там сраблеры не уберут ее. Ну, тем более, значит, надо дать ссылку на эту платформу. Пускай люди смотрят, пускай анализируют, что мы будем сейчас пересказывать программу, которую надо посмотреть. Нет, конечно. Если, собственно говоря, программа детальная, все показано, представлены документы, представлены схемы. Главное, что мы узнали, что за выборами наблюдала, оказывается, специально нанятая группа компьютерных специалистов, экспертов по взламыванию, которые определяли, кто что и что происходило. И, собственно говоря, в этой ситуации теперь становится понятным, почему Майк Линделл с таким энтузиазмом ожидает суда, который компания «Доминьон» выдвинула против него, против Джулиани, против Сидни Пауэлл. И, собственно говоря, будет интересно действительно посмотреть, как судьи будут реагировать на все эти документы, которые представлены в таком огромном количестве и так детально показывают все эти фальсификации, махинации, взламывания. Ну, будут искать свое спасение в процедурных вопросах, может быть, как, в общем-то, во время того, что им представляли иски всевозможные, и они так лихо от них отмахивались. Ну, кстати говоря, это тоже не совсем так, что они лихо от этого отмахивались, просто средства массовой информации, вот эти фейк-ньюс, которые совершенно справедливо охарактеризовал президент Трамп, продолжают игнорировать информацию. Они просто осуществляют такой отбор, естественный отбор, по их мнению, что на самом деле называется цензурой на простом, доступном русском языке. Самая настоящая цензура. Они не передают, например, сведения о том, что Верховный суд таки начинает рассматривать иски против Пенсильвании, против Мичигана, против Висконсина. Начинаются, по-моему, это 20 февраля или 22 февраля, ну, в общем, в ближайшие недели. Кроме всего прочего. Кстати, извини, я тебя перебью, потому что это важно. Кто хочет послушать, как говорится, из первых рук что-то, он может прийти на ТВ-клуб «Континент». Лена Пригова приглашала конкретно адвоката политика по фамилии Маркс, но не Карл, который подробно рассказывал о вот этом иски, им поданном, который должен в Верховном суде рассматриваться. По Пенсильвании как раз. Кроме всего прочего, есть уже результаты суда, которые подтвердили, что все бюллетени, полученные после голосования 3 ноября, считаются недействительными. Это рассмотрение происходило в штате Западная Вирджиния. И еще несколько исков. Всего не считая исков в Верховный суд США было подано 81 иск. Причем, что самое интересное, далеко не все эти суды закончились. Они продолжают рассматриваться. И в тех судах, которые уже вынесли решение, две трети победа осталась за Трампом. Почему об этом никто не говорит? Мне просто интересно, а что произойдет, когда закончатся все эти судебные разбирательства и будет вынесено окончательное решение? Как дальше? В Конституции ничего на эту тему не говорится. Но вообще по логике вещей надо предположить, что если бы, допустим, такие же аномалии и нарушения в подсчете голосов были обнаружены в какой-нибудь другой стране, то, скорее всего, были бы, по крайней мере, назначены новые выборы. По крайней мере. Я не говорю о том, что предыдущие выборы должны быть просто аннулированы в связи с судебными решениями. не на основании того, что говорит Трамп или что говорят его адвокаты, а именно на основании судебных решений. То есть, все в законном порядке. Никакого превышения полномочий, никакого военного положения, а вот именно все по закону. как был фильм такой, помнишь, закон есть закон. Да, ты видел, наверное, или читал об этом интервью, мы только что перевели как раз материал, небезызвестная Лиз Чейни, которая третье лицо, можно сказать, республиканцев в Конгрессе, заявила, что недостаточно импичмента, должны быть еще уголовные дела, применены к Трампу за вот именно подстыкательство, за его вот определенные твиты, как надо их рассмотреть не просто в порядке, который импичмент предполагает, а вот. И вот, вот, как к этому можно отнестись, скажите, пожалуйста. Ну, папа надоумил, наверное. Как ты думаешь? Папа? Да. Папа, Дик Чейни, вице-президент. Ну, Дик, наверное, больше общается сейчас со старшим Бушем. Ну, так, ментально. Ну, возможно. Но, тем не менее, я хочу сказать, что на самом деле весь этот процесс импичмента, безусловно, на мой взгляд, связан именно с последующим уголовным преследованием. То есть, если мы отойдем, так сказать, просто от реалии сегодняшних дней, где принятие импичмента, по сути дела, не только, что оно неконституционно, оно и очень-очень маловероятно. Если, допустим, две недели, три недели назад я говорил, что оно абсолютно невозможно, что импичмент невозможен, на сегодняшний день я говорю, что это очень маловероятно, потому что я не ожидал, что все-таки десять, вернее, пять сенаторов от республиканской партии проголосуют за импичмент. Но все равно пяти недостаточно, необходимо семнадцать. Но просто чисто теоретически, что произойдет, если импичмент все-таки будет принят незаконный, антиконституционный и так далее. Все прекрасно понимают, что, во-первых, никакой юридической силы он иметь не будет. То есть, никто не в состоянии запретить Трампа баллотироваться через четыре года. То, что может ему запретить баллотироваться, это его реальный возраст. То есть, ему в этот момент будет 78 лет. И, хотя он, в общем-то, намного лучше в медицинском плане выглядит, Байден, тем не менее, 78 лет это, в общем, достаточно серьезный возраст. И я думаю, что вряд ли он будет баллотироваться через четыре года. И, скорее всего, его место могут занять кто-то из его сыновей. Кстати говоря, сегодня уже появилась информация о том, что, скорее всего, Иванка Трамп будет баллотироваться на выборах в Сенат от штата Флорида, куда они сейчас со своим мужем Джаредом Кушнером и детьми переехали. Так вот, зачем нужен этот импичмент? То есть, опять же, чисто гипотетически, если он будет принят, естественно, это даст толчок для возбуждения уголовного дела против Трампа. Даже если он не будет принят, то сам прецедент импичмента тоже даст повод. А как мы видим, неугомонные демократы на этом не остановятся. То есть, вообще, как будто сейчас речь идет не о 2021 годе, не о продолжении пандемии, а вообще о пике экономического расцвета, когда у всех все есть, когда никому ничего не нужно. Это как вот в Библии, когда ягненок лежит рядом со львом, все обнимаются, все целуются, никаких войн в мире нету, никаких проблем не существует, и вот тогда можно заняться проблемами импичмента. Вот, просто уже все решено, а вот единственная проблема, которая не решена, это импичмент, но нет, мы же находимся в период пандемии, еще прививки далеко не у всех есть, по каким-то там группам, в каких-то штатах не хватает, где-то там наоборот, люди стоят в очередях по нескольку часов. Нет, решают вопрос об импичменте человека, который уже ушел на данном этапе, по крайней мере, от политической карьеры. Ну, хотят как бы не только реванш они получили, они хотят максимально использовать вот этот момент для того, чтобы просто в подпол куда-то вогнать всех тех недовольных, всех тех, кто сомневается, всех тех, кто вообще эти выборы рассматривает исключительно как мошенническое явление и позорное явление для страны. Ну, да, и хотят вообще просто сатисфакции, требуют сатисфакции. Да, да, да. Вопрос, как они видят сатисфакцию, наверное, каждый по-своему, у них фантазия богатая. В общем, левые люди, они часто бывают творческими людьми, то есть, каждый, наверное, рисует свой, я бы сказал, в ограниченном порядке творческими. У них с фантазией все в порядке, они ее применяют везде, где только можно. Кстати, фантазия, вот ты сказал по поводу цифр, мне тоже сегодня где-то попалось, что одобрение Байдена там 65%, по тому вопросу 63% по-другому, по пандемии, по обороноспособности, то есть, он просто вот спаситель отечества, понимаешь, пришел туда. Ну, конечно, да, да, такой вот дедушка Байден, да, отец, дедушка народов, скажем так, не отец народов, а дедушка народов. Собственно говоря, этот эпитет ему очень подходит, мне кажется, потому что, судя по этому пакету, бюджетному пакету, антикризисному в 1,9 триллиона долларов, он действительно собирается оказать помощь народам, мира, больше, в большей степени, чем американским гражданам, включая нелегалов. Ну, и вообще, как здесь не вспомнить замечательное высказывание Астапа Бендера, что спасение утопающих делало рук самих утопающих. Именно так. Хорошо, давай мы от Бендера перейдем к рекламе, у нас несколько минут рекламная пауза, а если кто-то захочет связаться и поговорить или задать вопрос, то, пожалуйста, после рекламы ждем вас. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цезарским. Напомню, что в этом сегменте вы можете позвонить в студию по телефону 847-400-5200, задать ваш вопрос, но давайте продолжим. Ну, напомню, что сегодня со мной Игорь Туфель из Бостона и мы обсуждаем текущее положение вещей, а именно то, что сегодня 8 февраля и учтите 2021 года и мы говорим о том, что завтра будет очень такой день ответственных. Ну, попробуем ответить. Слушаем вас. Здравствуйте. Говорите. Скажите, пожалуйста, возможно ли было подать в суд на Пенсильванский Верховный суд, ну, так сказать, в окружной, допустим, суд, в обычный суд в Пенсильвании, тогда, когда они приняли антиконституционные законы, так как бы в противовес конституции разрешили, подлили срок выбора, то есть разрешили принимать письма после дня выбора и там всякие другие нарушения. И как вы считаете, возможно ли прямо, допустим, на этот Пенсильванский конституционный суд подавать Верховный суд? Мог бы ли он принять жалобу к осмотрению? Спасибо большое. Ну, если ты, там немножко со звуком были помехи, ты уловил, о чем речь? Да. Давай. Ну, во-первых, мы говорили уже несколько минут назад о том, что слушания в Верховном суде против Пенсильвании начнутся в 20-х числах февраля, я не помню, 20-го или 22-го февраля. Почему это не было вынесено на слушание в Верховном суде Пенсильвании? Потому, что госсекретарь Пенсильвании не разрешил внеочередное собрание легистра штата, причем это произошло не только в Пенсильвании, это еще произошло и в Аризоне, в Джорджии, в Мичигане, в Висконсине, где губернаторы штатов не согласились на проведение внеочередного заседания, которое должно было произойти сразу после выборов. Там были рождественские каникулы, новогодние каникулы, и в итоге законодатели этих штатов пытались оспорить именно принятые антиконституционные решения, новые положения о выборах, которые были применены 3-го ноября во время выборов. Но губернаторы, повторяю, противодействовали этому желанию законодателей этих штатов провести просто хотя бы специальную сессию, посвященную этой теме, потому что они предполагали, что на самом деле законодатели могут принять закон в штате, который потребует дать более четкую информацию о том, что конкретно произошло во время выборов, а кроме всего прочего в штате Мичиган я просто напомню, что произошло именно 18 декабря, когда должны были быть ратифицированы голоса штатов именно от выборщиков, в здании Сената и Конгресса штата Мичиган республиканцев не пустили, выставили полицейские охраны и ни одного республиканца в зал заседания не впустили и соответственно таким образом республиканцы отправили дополнительный пакет со своими результатами сертифицированные у адвокатов и нотариусов, но он как мы знаем 6 января в Сенате не был даже рассмотрен. Спасибо, Игорь. У нас есть звонки. Алло, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, вот чем закончилось решение Верховного Суда о поданном иске, они должны были вроде бы огласить 22 января, но почему-то об этом все молчат. И у меня второй вопрос в связи с тем, что победители пишут историю, вот вы сказали о том, что рейтинг Обамы искусственно растет, и на фоне того, что искусственно также повышает рейтинг отцов и основателей нашей страны, как Вашингтон, Дома Чеферстон и других, то когда же мы дождемся того, чтобы наш столице именует Обама Обама. Спасибо. Спасибо. Ну, вторую часть вопроса мы не слышали, что-то там было со звуком, но на первую ты, наверное, сможешь ответить. Да, ну, собственно говоря, заседание Верховного Суда было перенесено, и мы вот как раз сейчас говорили в предыдущем ответе, я более подробно объяснил о том, что это начнется с 20 числа февраля, 20 или 22 февраля. Хотя мы в отношении... Игорь, извини, даже о том, что назначение на 22 число, было нелогичным, потому что, ну, как бы уже... После инаугурации, да, мы это тоже говорили об этом, да. А в отношении искусственного поднятия рейтинга Обамы и Байдена, ну, собственно говоря, здесь, опять же, мне придется процитировать классиков Ильфа Петрова, которые вложили такую фразу в уста своего героя Остапа Бендера, при современном развитии печатного дела на Западе это сущие пустяки. Это точно. Особенно зная, в чьих руках это доходится, большей части то тут вам нарисуют столько, сколько вы захочете, как говорят люди особой грамоты, скажем так. Ну, поэтому мы, да, не удивлены и всякий раз только смотрите, кто ведет этот опрос. У нас еще звонок, слушаем вас. Говорите. Алло, добрый день. Спасибо за передачу. У меня вот какой вопрос. Компания, которая сделала машины для голосования, предъявила огромный иск Джулиане. Как вы думаете, из этого что-то получится? Сможет ли Джулиане отбиться от этого? Мы на эту тему тоже говорили буквально несколько минут назад. Я повторю, что я советую вам и всем нашим радиослушателям и телеслушателям посмотреть программу Майка Линделла, которая называется «Доказательство правды», «Proof of Truth», где показаны все нарушения, которые были зафиксированы в день выборов. Причем там все документировано буквально до секунд, кто когда входил в какие конкретные аппараты системы Доминьон, сколько голосов были украдены у Трампа, сколько голосов были добавлены Байдену, и все это документировано, причем детально, и в этой программе эти доказательства показаны. По словам экспертов, которые дают свои какие-то выкладки в этой программе, существует более тысячи страниц, подтверждающих и доказывающих все махинации и фальсификации, которые происходили 3 ноября. Да, ну, и тем не менее, и тем не менее, вот я пока не прочел каких-либо серьезных комментариев по поводу вот этой передачи со стороны казалось бы заинтересованных в таких вещах средств массовой информации, почему-то все молчат. Все молчат, все молчат, потому что а сказать-то и нечего, как говорили. Почему? Они же говорят, что все это ложь, что все это выдумки, что... Ну, правильно. Как говорили об этом, когда таких доказательств не было, а сейчас как бы лучше вообще промолчать, чем, знаешь, когда людям сообщаешь что-то нежелательное, даже в негативных целях, это всегда вызывает дополнительные вопросы. А зачем же тут заниматься такими вещами? Самим себя провоцировать? Ну, в какой-то степени, понимаешь, завтра начинается импичмент, и мы понимаем, что завтра это тоже начнутся какие-то разговоры вокруг не просто абстрактных вещей, а конкретных, да, будут называться какие-то факты, наверное. Или это будет икон? Нет, это никакого отношения к выборам не будет иметь, потому что на самом деле импичмент не связан с результатами выборов, а уже известно, что юридическая команда Трампа выставила видеоряд и фактическое просто расположение во времени, что, когда и где произошло, причем одним из самых источников таких главных фактических источников является газета New York Times, которую уже никак нельзя заподозрить в каком-то положительном отношении к президенту Трампу и к республиканской партии и вообще консервативной политики. То есть даже судя по их хронологии, просто вещи не сходятся одно с другим. Трамп находился в двух милях от того места, где начался штурм. По времени это тоже никаким образом не совпадает. И, собственно говоря, вот эти пустоты будут довольно успешно доказаны завтра в Сенате. Это, правда, ничего не меняет, потому что у людей уже у них свое мнение и как это было на процессе Бродского. Я стихов Бродского не читал, но знаю, что это плохой поэт. Ну, естественно. Да не просто плохой поэт, он тунеядец. Он же нигде не работал. А это было преступлением в стране, которую мы еще не забыли. Правда, ее нету теперь, но это другой уже вопрос. Хорошо. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к тому, что Банк оф Америка вдруг начал так активно сотрудничать с силовыми ведомствами на предмет того, что вот выяснять, какие транзакции проходили в момент 6 января в Вашингтоне с целью этих людей взять, вывести, так сказать, взять за ушко и сделать им на солнышко. На солнышко и ата-та. То есть, что это вообще, как это называется, скажи, пожалуйста. Ну, на самом деле, обычное расследование финансовых операций и, в принципе, такие подобные вещи проходили всегда после каких-то террористических актов. То есть, собственно говоря, банки занимались выяснением различных валютных и местных транзакций, как правило, превышающих размер 10 тысяч долларов и таким образом искали связь с возможными выступлениями. Кстати говоря, это на самом деле, мне кажется, может быть, какой-то положительный результат из этого будет извлечен, потому что есть сведения. Во-первых, на сегодняшний день, начнем с того, что еще не закончилось следствие по поводу того, кто что и чего сделал. Огульно в этом обвинили республиканцев. На самом деле, результаты следствия не оглашены, следствие еще не завершено. И пока мы оперируем только фактами. Мы знаем, что в участии в штурме принимали активисты Антифы, Black Lives Matter, которые специально надевали шапки Make America Great Again с флагами про-трамповскими лозунгами и так далее. Мы знаем, что там были журналисты CNN, которые тоже, по сути дела, провоцировали штурм для того, чтобы передать такую вот сенсационную информацию. И, кроме всего прочего, мы знаем, что люди просто спокойно заходили в Сенат, в Конгресс, как это, собственно говоря, каждый день может сделать любой турист, который посещает Вашингтон. И хотели, собственно говоря, присутствовать. То есть, никакого насилия они не проявляли. Они просто зашли в здание Сената и хотели, вернее, в здание Конгресса и хотели участвовать в слушании, потому что слушание открытое. Оно трансферировалось по телевидению, на слушаниях по утверждению Верховного Судья Кавано и суди Барретт присутствовали тоже гражданские лица, просто которые интересуются этим вопросом и имели возможность зайти в Капитолию. Так что, таким образом, у нас нет никаких результатов сведений, но на самом деле есть еще информация о том, что эта операция по штурму Капитолия планировалась заранее и что есть доказательства того, что приезжали автобусы с членами Антифы, что были какие-то там командиры, местные полевые командиры, которые руководили всей этой операцией по рации, отдавали там команды, плюс еще использование довольно профессиональной техники, потому что разбить стекло в Капитолии, это тебе не просто бросить камушек в окошко соседа, который тебя раздражает, это совершенно другое дело, тут нужны знания, профессионализм, и кроме всего прочего, была профессионально совершена дислокация, то есть были обнаружены, было установлено, что было профессиональное наблюдение, которое сообщало участникам этого штурма о том, где наименьшее количество полицейских находится. Да, ну, на самом деле, вот та мифология, которую продвигают сейчас демократы, она очень, на мой взгляд, хорошо сконцентрирована в истории конгресс-вумен по фамилии Акасия Кортес. Вот, она сделала заявление, ну, я думаю, ты вполне можешь рассказать, какое-то заявление, и что потом обнаружилось на самом-то деле? Обнаружилось, что Аказия вышла. Аказия Кортес, да? Она же всем говорила, что ее там чуть не растерзали вообще, суд Линча не устроили над ней, что она там пряталась, где-то в туалете пряталась. Да, да, но, может, она и пряталась в туалете, но только вряд ли от тех, кто там вообще перчислил, потому что, скорее всего, скорее всего, что ей это ничего не угрожало, потому что, как говорится, а может, они с ней заодно, но на самом деле, даже чисто теоретически, она находилась в совершенно другом здании, где никакого штурма вообще в помине не было, и никто ей не угрожал. А если, ну, знаешь, у людей проявляются разные эмоции, в том числе и физические неудобства во время чувства панического страха, вот за что, от чего у нее произошел этот приступ страха, и что с ней конкретно произошлось, если она пряталась, по ее собственным словам, в туалете, это мы вряд ли когда-нибудь узнаем, потому что свидетели там вряд ли находились рядом с ней. Хотя можно предположить, если она несколько часов, как она говорит, провела в туалете, то, видимо, у нее не все в порядке было с чисто физиологическими ее... Вспоминая всю свою жизнь прошедшую, прощаясь с родственниками и так далее, но мне очень понравилось, что полицейский, который вот ее там все-таки первый появился на ее пути после всего этого, показался странным, на самом деле, едва ли не переодетым, и он плохо как-то смотрел, вот это мне очень понравилось, что-то там было не так. Плохо смотрел, видимо, она тоже неважно выглядела, ну перепугалась девушка, ну что сделаешь? Ну почему я о ней вспомнил, потому что вот все эти обвинения, ты знаешь, кстати говоря, опять же, печатали это, я вот просто припоминаю, что принимали закон вот наших медвестовских раях, Вискансини, и был такой окупай целый Капитолия в общем-то профсоюзниками и прочими людьми, недовольными тем законом, который в то время выдал этот республиканский по составу по большинству своем местный конгресс, и их захватчиков очень приветствовала спикер Пелоси в то время, она говорила, да, вы боритесь за свои, и там очень интересные вещи были, чтобы не принять, они уезжали за пределы штата, убегали куда-то ночевать там в Иллинойси, помнишь, да, эту историю, наверное? Ну конечно, да. ну так вот, это приветствовалось, а сейчас разговор идет, это хуже, это внутренний терроризм, сказали нам, который хуже, даже чем Аль-Каида там и так далее. Да, конечно, хуже, чем взрыв во время бостонского марафона. Да, несомненно. Вот, и вот это все вызывает, конечно же, очень серьезные вопросы по поводу психического состояния, вот той частью нашего... Ну, собственно говоря, тут были такие же аналогии, ты же знаешь, что я люблю делать такие исторические экскурсы, но вот в 34-м и в 37-м году как бы такие вот юридические аналогии проводились, что вообще вот все эти враги народа в лице Бухарина, Троцкого, Каменева, Зиновьева, Рыкова, они намного хуже, чем интервенты, то есть, это вот именно подразумевался именно тот же самый местный терроризм, то есть, их же обвиняли в том, что они террористы, что они саботажники, что они убийцы, убийцы, плюс еще и убийцы в белых халатах. Ну, врачи-отравители, конечно. Ну, на самом деле, врачи-отравители, все процессы начинались именно в судебных процессах врачей, просто в 53-м году это приняло яркий антисемитский характер, а в 34-м все же тоже начиналось еще, врачи-убийцы убили Фрунзе во время операции, умертвили Куйбышева, Горького, Крупскую, и, собственно говоря, имя-то руководили, оказывается, Каменев-Зиновьев, Бухарин, Троцкий, Бухаринская оппозиция. На вирус спихнуть нельзя было, так спихнули на их злонамеренность во время этих операций, которые они проводили и так далее. Сейчас, сейчас, сейчас проще, сейчас можно сказать. Хотя, видишь, фраза китайский вирус уже тоже, она, она считается очень, скажем так, нелегитимной, я бы сказал. Но, при этом, заметьте, ее очень, все равно по-прежнему употребляют на консервативных радиоканалах. Чем лучше. Да, в Белом доме, ну, опять, теперь Байден и Мау братья навек. Да, ну, хорошо вспомнили о том, что Мау уже кое-кого ждет там. В гости, да. В гости. Как анекдот такой был 76-го года или 75-го. Ну, скажи, отношения между Советским Союзом и Китаем налаживаются, Мао Цзэдун пригласил Брежнева в гости. Ну, вот на этой такой оптимистической ноте мы сегодня закончим. Спасибо, кто нас слушал. И всего вам доброго. До новых встреч. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok